Игорь Евгеньевич, как вам кажется Грецией? Который действительно здесь имеет очень серьезные и очень давние связи, поэтому только превосходная степень. Конечно, слежу за динамикой развития экономики, за тем, как себя чувствуют наши деловые партнеры. Радует, честно говоря, и очень радует, что наконец-то вот этот кризис, который был, начинает проходить, и это видно, это видно даже на бытовом уровне. Поэтому и страна очень интересная, и я особо радую то, что действительно пошли динамично развивающиеся процессы в экономике. Есть ли это на хорошем уровне и отношения между Грецией и Россией? Или может быть что-то может быть улучшено? Нет, предела совершенства нет. Конечно, есть вещи, которые обязательно должны развиваться. Они не могут застыть на одном уровне. Конечно, и экономические отношения, и деловые, и культурные связи, конечно, они должны развиваться. Сказать, что все идеально, наверное, с этим никто не согласится. Поэтому вот есть определенные точки роста, точки соприкосновений. Я могу судить по Астраханской области. У нас очень хорошие деловые партнеры, которые занимаются сельским хозяйством, хотя эта тема, конечно, не моя, но тем не менее, с учетом того, что я их все знаю, это и сады, которые выращиваются в Астрахани, это и поставки фруктов, и многие другие вещи, которые однозначно интересуют обе стороны. Но и нас, как потребителя, и греческую сторону, как производителя этой условий. Ну, я прошу прощения, конечно, нельзя не остановиться еще на самой большой, наверное, самой такой известной всем теме, теме туризма. Потому что действительно очень много российских граждан сюда приезжает, очень много готовы переориентироваться на Грецию, с учетом того, что и культуры близки, и религии очень близки, и желающих сюда приехать и посмотреть, и побывать в местах для них значимо, в святых местах, конечно, очень много. Поэтому вот те моменты, которые возникают сейчас, это дополнительные рейсы авиационные, допустим, прямые рейсы из Астрахани в Салонике, это возможность выйти за пределы гостиницы и поехать куда тебе угодно и посмотреть на то, что ты хочешь. Это очень важно для российского гражданина, я считаю. Милиса, может, где-то Астрахан? Расскажите нам об Астрахани. Ну, очень удивительное место, честно говоря, очень уникальное. Расположено практически на берегу Каспийского моря, там, где Волга впадает в Каспийское море, как в песне поется. Очень интересная география и геополитическое положение Астрахани. По сути, это территория, которая объединяет прикаспийские государства. Это Туркмения, Казахстан, Иран, Азербайджан, ну и, соответственно, Россия. И Астрахань не случайно, благодаря геополитическому положению, избрана местом проведения встреч глав пяти государств, которых я перечислил, в сентябре месяце. Поэтому мы готовимся к этому большому событию. Приедут президенты всех стран, есть проблемы, которые касаются Каспийского моря, они будут обсуждаться, решаться. И это, кстати, не первый раз Астрахань представляет свои возможности, свою площадку для проведения подобных встреч. Достаточно динамично развивающийся регион с точки зрения промышленности. Это и судостроение, это добыча углеводородов и газа, и открытое вновь месторождение нефти, и разработка нефти на шельфе Каспия. Поэтому это тоже очень перспективное направление. Ну и то, что я уже обозначил тему, одну из тем, по которым мы взаимодействуем, с сельское хозяйство. Мы считаемся все-таки огородом для России. Мы слышали, что Лукойл и Газпром в последние годы, которые требуют поведения на 1-3 миллиарда рубля. Это не альфа? Ну, цифру я не могу сейчас обсуждать, потому что это внутреннее дело компаний. Но действительно, проекты, которые готовы к реализации, они очень крупные. Оценить я их сейчас не могу, потому что это должны говорить им представители этих компаний, а те, кто о вложениях. Ну, действительно, проекты на шельфе, и с точки зрения добычи углеводородов на суше, и переработки, и транспортировки, и те вложения, которые должны идти в морской порт, и другие, которые должны быть серьезными. Европа экономически больше зависит от России. А политическая зависимость у неё идёт с Америкой, вот Ваш взгляд? Дело в том, что Америка страна молодая, очень молодая, а наши страны, которые расположены Европой, Евразией, они имеют гораздо более древнюю, так сказать, историю, и у нас с каждой страной в Европе очень тесные, старые, добрые отношения. Как бы они не развивались, были периоды войн, были периоды тесного сотрудничества. И вот эти старые, добрые, наработанные уже отношения, которые богаты очень большой такой серьёзной историей, мне кажется, они должны встать на первое место. То есть, если есть у европейской, любой европейской страны, хотя они объединены в Евросоюз свои собственные интересы, вот они должны быть на первом месте, они должны превалировать над всем остальным. Поэтому хотелось бы, чтобы европейские страны всё-таки имели возможность самостоятельную политику проводить, в интересах собственного народа. можно прислушиваться кому угодно. Но еще англичане сказали, у Англии нет друзей, у Англии есть интересы. «Кύριε Υπουργέ, η Европе, πραγματικά, πρέπει να αποκτήσει την δική της πολιτική. Φαίνεται, όμως, ότι με την Αμερική μπροστά, και την Ευρώπη από πίσω, βάζουν φωτιά στην πιο αγαπημένη και συγενή χώρα της Ρωσίας, στην Украинία. Αυτό γιατί. Ну, действительно, это одна из самых болезненных тем. Потому что, действительно, такие страны, как Беларусь, Украина, конечно, они традиционно всегда тяготели к России, и там, естественно, присутствуют интересы. Более того, России интересы. Более того, там живет очень много населения, которое имеет и родственников, и друзей, и традиционно связано с Россией. Поэтому попытка отделить, попытка удалить от России эти страны, она абсолютно очевидна. Более того, ведь это же не первая попытка. Мы то же самое видели и в Сербии. У меня очень много друзей, знакомых в Сербии. С очень многими мы тесно сотрудничаем. И вот в те дни, когда сербские события все происходили, я буквально через неделю после бомбардировки Белграда приехал туда, все знакомые, все друзья, причем очень серьезные люди были, которые, да и сейчас они возглавляют. Господин Тиматеевич, например, возглавляет факультет архитектуры Белградского университета, очень много архитекторов. Ну, такие серьезные все люди. Они говорят, слушайте, вас ждет то же самое, в конце концов. Вот эта попытка расчленить Югославию на все эти маленькие княжества, государства. Дальше будет продолжаться ровно то же самое. Вас ждет. Это было когда? И вот с тех пор, прослушившись очень много времени, примеров такого вторжения мы видим много. это политика американская. Конечно, неудобно, когда есть государства, в которых сильное влияние России для них, это очень, конечно. Ну и потом, может быть, не столько интересует, вообще Украина, честно говоря, мало их, наверное, интересует как государство, интересует собственный интерес. Это попытка все-таки заставить европейцев жить по американским законам. Это попытка надавить на экономику европейских стран. Поэтому вещи достаточно очевидные, не раз уже пройденные. Поэтому нового тут, честно говоря, ничего не происходит. Это уже отработанный давно механизм. Катятся волны в бескрайнем просторе. Музыку Волги Россия поет. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Волга в сердце впадает мое, Волга в сердце впадает мое. С Волгой делили мы радость и горе, Волга в сердце впадает мое. Волга в сердце впадает мое, Волга в сердце впадает мое. Волги Россия поет мое. Субтитры создавал DimaTorzok